Всем привет! Еду сейчас на встречу. Диалоги о важном. Тема будет посвящена независимости Беларуси. Так что посмотрела сегодня. Интересные будут участники, гости этой встречи. По возможности буду записывать на видео. Так что погнали вместе со мной. Будет интересно! Я являюсь организатором этой диалоговой площадки. И на правах организатора хочу немножко настроить на определенную волну. У нас здесь в зале собрались люди разных политических взглядов. Но несмотря на это, я так думаю, что у всех нас есть по крайней мере две общие цели. То есть первая цель – это мир в нашей стране. И вторая цель – это процветание нашей страны. Возможно, я не права. Давайте это проверим. Если кто-то из вас считает, что нет, у нас нет такой цели, независимости, говорю, мир в стране и процветание, то поднимите, пожалуйста, руку. Кто поднял? А, нет. Хорошо. Я рада, что мы единодушно видим эти две цели. И поэтому я хочу вас всех попросить настроиться на вот эту мирную волну. По крайней мере, первую цель, чтобы мы сегодня выполняли. То есть, как говорят, если есть мир внутри, то будет мир и снаружи. Поэтому давайте, по крайней мере, на сегодня будем сохранять мир внутри, мир внутри этого помещения. И когда мы будем слушать, то давайте займем такую позицию, как я ученик. То есть, у нас есть разные спикеры разных мнений, но, наверное, кому-то из вас хочется поддержать определенного спикера. Но давайте вот на сегодня сделаем так, что просто представим, что перед нами сидят мудрецы, которых мы слушаем с миром в душе. И к спикерам я тоже хочу обратиться, чтобы они придерживались тех же правил. То есть, чтобы не было конфронтации, а чтобы пришли к какому-то дискуссии именно. И чтобы мы из этого зала выходили и понимали, что вот наши эксперты смогли на нас донести эту мысль. И мы теперь знаем, что такое независимость в Беларуси. И возможно ли она действительно... То есть, возможно ли объединение с кем-то, с кем нам лучше объединяться и так далее. Что ж, наверное, я передам сейчас слово Ирине, тоже организатору, которая... Друзья, провитание, поважаю на себя, просьба, дары. Меня зовут Ирина, как сказала Наталья. Наверное, я начну с того, что я представлю наших экспертов. Они приглашены по просьбам трудящихся. То есть, в чатах среди знакомых мы спрашивали, кто кого в первую очередь хотел бы послушать. В результате этого в числе наших спикеров сегодня Савиных Андрей. Вещение Игорь. Иван Иванов Андрей. Я, кстати, пока в этом небольшом могу загадывать желание между двумя Андреями. Вот, Скорчаев Александр. У всех у них разный жизненный опыт, разное видение цели государства, что-то может быть сходное. И я думаю, что они с нами поделятся именно этой встречей. Мы настаиваем на том, чтобы она проходила оффлайн, потому что онлайн общения у нас очень много. И где-то, может, даже чересчур. Дефицит реального общения, дефицит контакта глаза в глаза, дефицит какой-то невербальной информации. И своей площадкой мы хотим это компенсировать. Все мероприятие записывается без каких-то вырезок, корректировок. Будет выкладываться в интернет. Поэтому, если кто-то хотел устроить какой-то перформанс, то не надо, это все останется в истории. Кроме площадки, это сделать наших белорусских звезд, звезд политики, звезд общественной деятельности доступнее для широких масс населения. То есть немного у нас возможностей и шансов, допустим, задать вопрос Андрею себе, пример. Наверное. Ну, как-то не все, наверное, знают, какие. Еще одна цель популяризовать политику среди широких слоев населения, повышать информированность и развивать культуру политического диалога. Чтобы мы относились к друг другу терпимее, чтобы мы старались друг друга услышать, понять. Относились друг к другу как к людям разумным, как к людям, которые нацелены на добро, на добро для своей страны. И просто понять, что, может быть, к успеху могут быть пути абсолютно разные. На то, чтобы описать его положение. И после этого остается 15 минут на то, чтобы эксперты между собой подискусировать. Экспертам сразу хочу сказать, что, с одной стороны, вы не молчите, потому что, если вы не успеете что-то сказать в эти 15 минут, то вы не успеете, с другой стороны, если вы начинаете говорить, но как-то тоже планируете время на свои высказывания, чтобы не получилось, что это игра одного актера. Здесь я модерировать вас особо не буду. Вот будет 15 минут на общую дискуссию, обсуждение, уточнение, опровержение высказываний мнений друг друга. После этих трех блоков у нас останется время на вопросы из зала. На вопрос у задающего человека вопрос будет 2 минуты, чтобы не получилось, что вместо вопроса мы слушаем историю чьей-то жизни. И также мы будем просить экспертов, когда они отвечают на вопрос, тоже держаться в рамках того, что может быть минут 5, чтобы тоже время превратилось во что-то долгое. Меня слышно? Да. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Вы знаете, я отношусь к этому вопросу как к организму, к единому. Какой орган в организме человека независим был? Нет таких. Все взаимосвязано, взаимозависимо, взаимоусловлено. То же самое и в отношениях между народами, между странами, между континентами, между цивилизациями, региональными. Другое дело, как можно интерпретировать независимость в реальной жизни. Я считаю, что это когда вы всем нужны. То есть у вас передовое знание, передовые технологии, передовое образование, передовая культура, великолепный кадровый потенциал, у вас замечательные технологии. Вы и, как бы вам сказать, идете в лидерах прогресса. И с вами все хотят иметь дело, понимаете. Все хотят у вас что-то узнать, с чем-то познакомиться, что-то новое получить от вас. И вот это вот формирует вашу независимость. Но и самое важное, надо еще уметь это все защищать. Причем, как мы теперь понимаем, это уже не военная, не горячая составляющая, а гибридная составляющая. И очень важно защитить не то, не сколько текущий момент, сколько будущий. Чтобы дети росли на правильной героике, на правильной истории великой, чтобы они правильно понимали наследие, чтобы они ценили язык, культуру. То есть гуманитарная сфера, она, в общем-то, такая очень уязвимая. И, собственно говоря, я считаю, что основной этаж сейчас приходится именно туда. Ну вот как-то так. Мои господа, попробую тоже сформулировать за три минуты, так сказать, что такое независимость страны. Ну, прежде всего, я бы, наверное, предложил бы следующую формулировку. Это способность органов государственного управления принимать решения в интересах собственного гражданина. на своей территории. Просто. Способность общества устанавливать собственные правила на территории своей страны и им следовать. Здесь я хотел бы подчеркнуть, что ни в одной стране мира даже самой мощной нет стопроцентного абсолютного суверенитета. Почему? Потому что мы живем в реальном мире. И, в принципе, если исходить уже из этого понимания, то суверенитет, я бы, наверное, описал, наверное, его можно описать определенными количественными параметрами. Возможно, это будет экспертная оценка, но определенные параметры превышают определенные пороговые значения, то тогда, в принципе, устанавливать суверенитет есть. Если они ниже этих значений, то суверенитета, в принципе, нет. Либо он минимален, либо он чисто декоративен. Вот. Поэтому я бы, наверное, охарактеризовал с учетом вот этого концепции суверенитет как динамично, сопоставить на изменяющую величину состояния общества и государства. Ну и здесь, естественно, надо было бы проанализировать, на каких трех основных элементах этот суверенитет основан. Какие, собственно говоря, сферы формируют вот эти количественные параметры. Я бы выделил здесь три сферы. Это, прежде всего, экономика, то есть самодостаточность экономической системы, способностью самообеспечивать себя и общество. Второе – это идеология. Или, если кто не нравится слово «идеология», можно назвать это словом «мировоззрение». Вот. Ну, если говорить коротко, то структура производства, например, в принципе, в Республике Беларусь, которая возникла как суверенное государство в 1991 году и, по сути дела, представляла из себя часть народно-хозяйственного комплекса гораздо большего государства, самое главное – это было обеспечить экономическую стабильность и самодостаточность вот тех отраслей, которые нам достались в результате распада Советского Союза. И поэтому, в принципе, очень многие вещи в политике были прежде всего построены на достижении безопасности определенных пороговых уровней. Ну, и вот давайте будем говорить. Безопасность в сфере обеспечения продовольствия, энергобезопасность, производство основных видов продукции, которые мы могли бы сделать, которые держали собственного народно-хозяйственного комплекса. Вот именно в этом направлении в течение 30 лет работало белорусское правительство, создавая, в принципе, новый народно-хозяйственный комплекс. И, кстати сказать, все часто, в западных источниках и так далее, ругали белорусское правительство за низкие темпы реформ, за низкие темпы реструктуризации так называемой экономики. На самом деле, это не совсем так. Можно по-разному оценивать, насколько успешно проводились эти реформы, но за эти 30 лет были созданы и новые отрасли экономики, и изменилась структура экономики. Тогда я буквально коротко выделю еще несколько моментов. Я бы сюда выделил сайт баланса из экономических показателей, которые имеют принципиальное значение, внешний долг в Беларуси. Если мы говорим о мировоззрении, то это, в принципе, способность формулировать собственные национальные ценности, которые делают страну и общество достаточно независимым друг от друга. Ну и, наконец, военная безопасность это способность защитить собственную страну силой оружия. Все. Благодарю за внимание. Знаете, действительно, каждое государство становится независимым и существует в определенных геополитических реалиях. Оно получает определенное наследство, и это действительно то, от чего невозможно уйти. И правда то, и я думаю, это тоже, наверное, не тоже, я думаю, что это, наверное, конец уставления, что в наше время действительно трудно говорить об абсолютной независимости, потому что в силу разных причин большинство государств мира выбирают участие в тех или иных политических, военно-политических, экономических союзах, делегируя им часть полномочий. И я бы хотел сказать о том, что может способствовать сохранению укреплению и неукреплению независимости. Важный атрибут независимости это сохранение территориальной целости государства. Но сейчас, чтобы де-факто покорить другое государство, совсем не обязательно его оккупировать. Достаточно, чтобы центр принятия решений по важнейшим вопросам экономической и политической жизни находился за пределами. И поэтому для меня очень важная составляющая независимости это выбор таких международных и региональных союзов и выбор, и разработка такой стратегии участия в них, которые бы не превращали страницу другого государства в центре принятия судьбоносных политических и экономических решений. И здесь, кстати, и тот случай, когда математика может иметь значение. Ну, например, одно дело, когда 19 государств дают полномочия в области денежно-кредитной политики некому центру. Но если одно государство даст такую полномочию другому, то это будет немножко другое. Применительно в Беларуси для независимости, для сохранения независимости очень важно сохранение национальной идентичности, уважения своей истории, культуры, языка. Что касается толерантности, то у нас это с избытком, и я думаю, здесь никакой проблемы нет. И, конечно, громадное влияние на реальную независимость имеет тот экономический и внутриполитический тренд развития, который существует в том или ином государстве, имеет способность руководства государства расколоть людей или сохранить их единство. Поэтому убежден, что чисто по внутреннему градусу настроения в обществе, я имею в виду внутренний градус, не тот, что на улице. На улице все хорошо, цветы цветут. То сейчас наша независимость после августа прошлого года значительно ослабла, потому что я убежден, что все спецслужбы мира вместе взятые не смогли бы выйти на улице столько белорусов, большинство, но не все, большинство из которых очень разумные и умеренные люди. Спасибо. Вадима Гикина. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, вы передохните немножко, мы тогда пока слово дадим Александру, скручаем. Да, спасибо. Ну, в целом, подытожу, наверное, то, что было сказано. Классики марксизма говорили о том, что жить в обществе и не зависеть от этого общества невозможно. То есть все люди живут в каких-то в какой-то системе взаимоотношений с государствами совершенно аналогичной истории. То есть жить среди государств и не зависеть от них совершенно невозможно. Поэтому все государства в большей или меньшей степени зависят друг от друга. Здесь, наверное, сравнимо с такой, ну, может быть, некий такой пример с гравитацией. То есть чем сильнее государство в военно-политическом смысле и экономическом, чем оно ближе, тем влияние его сильнее. То есть для Республики Беларусь, например, Российская Федерация будет оказывать всегда большое влияние, какая бы власть здесь ни была. Это совершенно очевидно. США на нас тоже будут оказывать значительное влияние, но просто потому, что они большие. Ну, а какие-то маленькие страны, которые от нас находятся далеко, они будут влиять на нас меньше, но влиять тоже будут. Да, возникает самый главный вопрос, да? Чего же мы тогда эту тему педалируем, если, ну, все-таки все друг от друга зависят, да? Об этом сегодня уже, наверное, все три спикера сказали. Суть заключается в том, что государством свойственно появляться на политической арене и, к сожалению, свойственно пропадать с политической карты мира. И какие же причины являются основными, на мой взгляд, которые приводят к тому, что государство утрачивает свою территориальную целостность? Их много, на самом деле. Одна из них, например, мы можем видеть по ситуации, которая была на Украине, это коррупция, на мой взгляд. То есть Александр Лукашенко об этом говорил. Наверное, один из немногих моментов, где я согласен, о том, что высокий уровень коррупции на Украине по большому счету привел к тому, что часть населения вместе со своей отшвартоваться, пришвартовались на другой территории и в результате получили то, что получили. Что касается, ну, коррупция к нам относится в меньшей степени у нас, уровень коррупции сравнительно нормальный, то есть такой спокойный. А вот то, что к нам относится непосредственно, то, что влияет на нашу независимость и то, чего риски были очень высокие в августе и в сентябре, это, конечно, авторитарный стиль управления. Вот сегодня Андрей Савиных сказал о том, что государство, его государственные органы должны быть сильными. Ну, это 100%, конечно. Но только суть заключается в том, что в условиях такого самодержавия, авторитарной системы, все остальные органы государственной власти находятся в абсолютно дегенеративном состоянии. Я прошу прощения, мне хотелось менять, а все уйти точно. Я сказал, это способность государственных органов принимать решения в интересах собственных граждан. Я ничего не говорил о силе государственных органов. Договорились, хорошо. В следующий раз это буду записывать и прям под диктовку. Значит, что касается государственных органов. То есть мы в результате того, что у нас есть один человек, который принимает абсолютно все решения, совсем недавно вот там самолет буквально лично садил там, включал систему ПВО на ДС, ну и так далее. Там решал вопросы кожевинной отрасли на ходу, какие-то вопросы агропромышленного комплекса и так далее. В этой ситуации абсолютно разлагаются, деградируют другие органы государственной власти. В частности, у нас практически отсутствует нормальный институт парламентаризма. У нас в абсолютно зачаточном состоянии находятся политические партии. Они, можно сказать, фактически нету. У нас судебная система, ну это просто... И в такой ситуации все по большому счету завязано на... Независимость. Независимость, да, конечно. Я же по независимости говорю. И в этой ситуации почему может быть разрыв территориальной целостности? Почему может быть утрата независимости? Потому что в ситуации, когда у нас вот есть один человек и как он говорил на Александра Лукашенко, да, как он говорил, что вы должны меня убить, вот если его вдруг не станет в какой-то момент, то в этой ситуации будут включаться различные политические силы, которые будут разрывать страну как лоскутный одеял. И поэтому основной посыл, который я хотел сказать, в части независимости, нужно укреплять органы государственной власти. К сожалению, чего в Беларуси нет. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо.